Победа без границ. Так называется масштабный международный проект, который охватил десятки городов стран Содружества. Автомобилисты и байкеры проехали через три страны, собирая малоизвестные забытые факты о военном времени. И сегодня в столице состоялось награждение участников автомото-пробега. Проект становится ежегодным и сегодня уже разработан новый маршрут. И скоро будет выпущен многосерийный документальный фильм «Победа без границ» о том, что видели и пережили участники автомото-пробега. Подробнее об этом Морал Аманжолова. 45 дней в пути участники международного патриотического автомото-пробега «Победа без границ» посетили места сражений, памятники и захоронения. Автопробег стартовал 9 мая в Шенкенте и завершился 22 июня в крепости Героя Брест. Ребята, которые выехали с нами, это уже внуки и правнуки, победители. Мы посетили захоронения, мы посетили памятники, мы были в музеях, мы встречались с ветеранами, мы встречались с молодежью. Но там, где мы были, впечатления просто неизгладимы. Участники пробега побывали в 41-м городе СНГ, проехав 14 тысяч километров и дали 15 тысяч концертов. По пути следования к ним присоединялись новые патриоты, передавая знамя пробега из рук в руки, из клуба в клуб. Мы собрались с ребятами, с флагами СССР. Ребята были переодеты. Мы проехались по городу, под песни советских лет. Была хорошая колонна, сопровождение ГАИ, ДПС. Поэтому была красивая такая колонна, организована. И стафету бы в Красио Астана передала дальше. Сегодня организаторы проекта поблагодарили участников пробега в Астане, сотрудников посольств России и Белоруссии, столичного Акимата, руководства Нуратана, Министерств и ведомств республики. Всех тех, кто откликнулся сердцем и помог, чтобы проект состоялся. Марала Манжолова, Ерлан Наурзбаев, Астана, Хабар, 24.